Привет, это Ваня. Прошло много времени с моего прошлого ролика по проекту часов, и у меня есть новая информация и новые результаты, которыми я хочу поделиться. На данный момент у меня уже готов отладочный образец моих часов, и уже больше месяца они мониторят мою активность, считая шаги и измеряя температуру моего тела. От чтения пульса пришлось пока отказаться, причину я расскажу позже. На часах данные сохраняются в течение 10 дней, их можно посмотреть непосредственно в виде графика на часах, или же выгрузить в интернет на сервер и увидеть непосредственно на сайте. Время работы от батареи емкостью 130 мАч чуть менее 3 дней. Расскажу немного про архитектуру. В основе часов лежат микроконтроллер ESP32 и несколько датчиков. Практически все время микроконтроллер и датчики находятся в спящем режиме. Раз в секунду ELP-сопроцессор микроконтроллера просыпается и опрасывает датчики. Результаты опроса записываются в память. Раз в секунду ELP-сопроцессор опрашивает часы реального времени и вольтаж на батарее. Раз в 2 секунды опрашивается шагомер. Раз в минуту считываются данные по температуре тела. Раз в минуту просыпается основное ядро ESP32 и эгрегирует данные, что подготовил ему ELP-сопроцессор. Раз в 10 минут эти данные скидываются на флэш-носитель микроконтроллера. Все драйвера датчиков для ELP-сопроцессора я описал сам, так как их не существовало в природе. В основе часов лежит микроконтроллер ESP32 без лишней обвязки, чтобы обеспечить минимальный расход энергии. Эволюцию отладочных плат предоставляю в виде фотографий. После первого удачного и отлаженного прототипа я перешел на микроконтроллер ESP32 Pico D4 от TTGO. ESP32 не имеет своих часов реального времени, поэтому мне пришлось использовать модуль DS3231M. В качестве экрана я взял 1,6-дюймовый OLED-дисплей SH1106. Он потребляет мало энергии в спящем режиме и управляется по машине I2C. Для управления часами я взял качельку такую же, как у Toyota, так как трех кнопок вполне достаточно для управления. На этом обязательная обвязка часов заканчивается и я перехожу к описанию датчиков. В качестве шагомера я использую акселерометр LMS6DS3C. Из плюсов данного датчика отмечу дешевизну, наличие встроенной функции шагомера и функции поворота. Данная функция будет включать экран при повороте руки. В первоначальном проекте часов был и пока еще есть, но к сожалению отключен пульсомер. Max 30100. Отключение датчика это вынужденная мера, не хватает памяти при работе через ULP-сопроцессор. Дело в том, что датчик пульса дает сырые данные, которые потом надо обработать, чтобы посчитать пульс. Эти данные нужно сохранить в памяти перед обработкой. ULP-сопроцессору доступно 8 килобайт для данных и для программы. При самой минимальной разрешающей способности датчика 4 секунды сырых данных будут занимать 3200 байт. Оставшейся памяти не хватает для размещения программы ULP-сопроцессора и других данных, которые замечаются в RTC памяти. Лучшим решением было бы использовать датчик, который сам подсчитывает частоту сердечных сокращений и отдает готовое число, но к сожалению подобных я еще пока не нашел. Для мониторинга батареи я использую датчик ИНО-219. Немного про время работы от батареи. Как я уже говорил, девайс работает от одной батареи емкостью 130 мАч около 3 дней. Данный размер батареи единственный у меня в наличии, который влезает в прототип. Пару раз я делал заказы батареи других размеров и емкости, но к сожалению в связи с проблемами в доставке батареи я до сих пор не получил ни одной. По моим подсчетам батареи емкостью 350 мАч должно хватить на неделю работы часов, что является достойным результатом. Теперь хочется поговорить про компоновку плат. В связи с большим количеством датчиков все компоненты не влезают на одну плату, поэтому я развел две платы и разделил их по функционалу. Первая плата это плата интерфейсов, на которую я разместил микроконтроллер, экран и кнопки управления. Вторая плата это плата датчиков и схема зарядки батареи. Между платами всего 4 провода, 2 провода питания и 2 провода шины I2C. Теперь хочется поговорить про перспективу проекта. Уже сейчас в процессе реализации появились идеи по улучшению и дополнению схем. Изменятся размеры плат, чтобы разместить аккумулятор больше емкости. На плате зарядки USB разъем будет заменен на магнитный Pogo PIN разъем. От коннекторов между платами откажусь и перейду на пайку, так как они занимают лишнее место. Постараюсь сократить размеры платы датчиков и перенести часть компонентов на плату интерфейсов. Например, часы реального времени логичнее размещать на плате интерфейсов. Также будет добавлен датчик барометра и влажности BME-280. После отладки часов с OLED-дисплеем есть желание использовать E-Ink-дисплей. Это все, что я хотел пока сказать. Надеюсь, было интересно. И мы с Акулой ждем вас в подписчиках. Продолжение следует...